Город-курорт Май, как его именует застройщик, это 11 малоэтажных домов на 20 гектарах на границе заповедника Горки-Ленинские. Изначально жилой комплекс позиционировали как закрытую территорию с охраной. Застройщик установил забор, шлагбаум и ворота. После заселения собственникам предложили самим определиться, хотят ли они сделать дворы недоступными для посторонних. Когда мы покупали, да, сказали, ребята, будет закрытая территория, огороженная. Но если вы хотите охрану, вы, естественно, как за любую услугу, должны за нее заплатить. Как вы решите домом, да, хотите в охрану, не хотите. То же самое касаемо видеонаблюдения, благоустройства, озеленения. Вскоре по просьбам жителей провели общее собрание, на котором предложили проголосовать за пропускной режим, охрану и дополнительный тариф на обслуживание. Сюда, значит, у нас входит благоустройство, озеленение территории, охрана, организация круглосуточной охраны территории, обслуживание, ремонт шлагбаумов, калиток, видеонаблюдение, которое будет как раз установлено на шлагбауме, въезд как раз в комплекс второй линии, потом на калитках будет установлено. Дополнительный тариф на содержание и ремонт почти в 22 рубля за квадратный метр некоторым жильцам показался завышенным, поэтому за проголосовали не все. Именно с этого и начался конфликт между жителями, а также с управляющей компанией. В первой линии домов один только дом принял данное решение, остальные дома отказались. Все дома по второй линии, которые мы с вами видим, это трехэтажные дома, они все приняли данное решение и проголосовали как раз за закрытую территорию. После того, как протоколы собрания проверила гос- и жилинспекции, управляющая компания начала монтировать забор на границе первой и второй линии домов, а также переносить ранее установленный застройщиком шлагбаум с первой линии на вторую. Все это вызвало новую волну недовольства среди жителей первой линии. Но как еще можно реализовать принятые владельцами решения, недоумевает их оппоненты. Тут нет никаких неподъемных цифр. Эти цифры, на мой взгляд, средние, причем даже несколько занижены от общей квартплаты, которая вообще сейчас существует, даже с учетом доп. тарифа. Я не знаю, где они видели дешевле. Люди, которые протестуют против этого, они считают, что в базовый тариф, который существует, уже все включено. Мы согласны целиком полностью с соседом, вот с этим тарифом, который мы сами как бы и приняли этот тариф. Но зато мы спокойно уверены, что у нас благоустройство, зеленение поддерживается, мусор вывозится, все чистенько. По поводу управляющей компании могу сказать одно, что они выполняют полностью свои обязательства, взятые на себя. То есть у меня претензий к ним вообще нет. А те люди, которые возмущаются, прежде чем возмущаться, нужно оплачивать свои коммунальные услуги вовремя. Сейчас жителями первой линии ведутся переговоры. К решению вопроса подключилась администрация поселения и района. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.